Ну, выглядят они очень смешно для первого. Всем привет, дорогие друзья, с вами Арам, и сегодня мы поговорим про мои новые наушники Odyssey X. Я очень долгое время их ждал после того, как я приобрел Odyssey первую версию, LCD первую версию. Я очень долго хотел прям X-серию, потому что мне прям не терпелось послушать, как вообще звучат эти наушники. И сегодня мы сделаем распаковку. Я поделюсь с вами моими первыми впечатлениями, а также я обещаю, что в ближайшее время, возможно, я сделаю стрим, в котором я буду сводить с помощью этих наушников, и мы в это время поговорим про плюсы и минусы. Нужно время для того, чтобы привыкать к наушникам, и данные наушники для меня являются новыми, поэтому я считаю, что спустя некоторое время я обязательно сделаю отдельный видеоролик, может быть и стрим, в котором уже я буду в реальном времени работать в этих наушниках и рассказать вам про мои впечатления спустя некоторое время. Ну что ж, если вы готовы, давайте перейдем к распаковке, посмотрим, что находится в комплектации и что нам предлагает компания Odyssey. Давайте откроем коробку, посмотрим, что идет в комплектации. Это вторая коробка, есть еще сверху одна транспортировочная коробка, просто его открыли на таможне, и поэтому у нас осталась вторая коробка, которая есть, бокс. Здесь у нас такая макулатурка про вообще продукты компании Odyssey, все очень классно упаковано, гарантийный талон от самого магазина. Ну и вот такой кейс-чемоданчик с кодами запуска ядерных ракет. Открывается вот так, и внутри уже находятся наши наушники. Внутри бокса у нас находится кабель для подключения наушников, здесь мини-XLR разъем и джек полноценный. Ключи для чемодана, здесь есть замок, вы можете закрыть на ключ. Вот такой Quick Start Guide и сами наушники. Выглядят они очень круто. Сами наушники сделаны очень качественного материала, это прям натуральная кожа, и ощущается, что вот это прям дорогое устройство. Когда первый раз ты берешь в руки эти наушники, первое впечатление, ну ты понимаешь, за что ты заплатил столько денег. Ну что ж, подводя итоги, можно сказать, что одизи-X это реально очень крутые наушники. Это мое первое впечатление, когда я наделал, у меня был эффект вау, потому что, ну, такое впечатление у меня было, когда я сделал тест LCD первой версии, а X прям был вау, потому что ощущение того, что это не наушники, а прям мониторы, но это что-то другое. Почему так происходит? Я считаю, что это из-за того, что сами мембраны находятся чуть подальше от стандартных наушников, то, что нам предлагается. И в таком случае мы получаем более дальние расстояния мембранов, которые создают нам еще ощущение пространства. В этих наушниках существует очень классная детализация. Низ читается до самых ультра-низких частот. По частотной характеристике могу сказать, что данные наушники, на мой взгляд, являются очень крутыми, и работать с низкими, ультра-низкими, ультра-высокими частотами здесь просто одно удовольствие. Я стал слышать такие частоты в этих наушниках, что никогда не слышал ни в каких наушниках. Я не знаю, по какой технологии это было сделано, почему эти наушники играют очень такой широкий спектр, но факт остается факт. Второе, то, что хочу подчеркнуть, это именно объем и пространство. Данные наушники дают ощущение объема и пространства такого уровня, что как будто вы находитесь в студии. Это не прям как наушники, а прям как студийные мониторы, и ощущается вот эта глубина пространства. И в плане сведения это реально очень сильно вручает. В этих наушниках любой звукоинженер выглядит чуть-чуть странно и смешно, но на самом деле со временем это все становится более привычным. И единственное, я считаю, что нужно привыкать по весу, потому что до этого все те наушники, которые у меня были, они были по весу более легкими. Например, даже LCD первая версия, они были относительно легкими, чем эти наушники. Это самые тяжелые наушники, которые у меня были в наличии. Но ощущение того, какой звук они воспроизводят, в принципе, закрывает глаза на вес, и хочется работать в них бесконечно. Планарные наушники, они имеют более классную детализацию, чем, например, наушники другого типа. Я про это рассказывал именно в моем первом обзоре, когда я рассказывал про бюджетные наушники LCD первые. Но X-серия отличается тем, что это класс выше. И если сравнивать с первой версией, конечно, сразу ощущается, что это другой класс. Это другое звучание, другой саунд, другая детализация и так далее. Если вы хотите классные наушники для сведения и мастеринга, то LCD X-серия это самое лучшее, то, что я слушал до этого. Настоятельно рекомендую его миксинг-инженерам, мастеринг-инженерам. Я считаю, что в каждой студии должны существовать вот такого типа наушники, в котором можно чекать спектр, пространство и так далее. Ну что ж, друзья, на этом все. Под описанием этого видео пишите, какие наушники Odyssey вы использовали и для каких задач. А я обещаю, что в скором времени мы с вами встретимся и поговорим про эти наушники более детально. Ну что ж, на этом все. Всем пока.